Здравствуйте, меня зовут Самой Ленка Наталья, и мы продолжаем рассказывать о многолетних растениях, и сегодня мы поговорим о черноглазой Сьюзан. Именно так называют Рудбекию на родине в Северной Америке. Наверное, в основе этого названия лежит какая-нибудь романтическая история. Но нам все-таки привычнее имя Рудбекия. Хотя многие из нас и не помнят, в честь кого Лене назвал это растение. А назвал он его в честь шведского ученого, своего друга и учителя, Олафа Рудбека. Но вернемся к самому растению. Почему мы обратили на него внимание? Причин этому несколько. Во-первых, Рудбекий неприхотлива. Растет на любых почвах, включая глинистый. Предпочитает нейтральный ПАЖ. Но если не уходить в крайности, то расти будет как на слабокислых, так и на слабощелочных грунтах. Приятной новостью для садоводов с сухим малодождливым летом станет тот факт, что Рудбекия засухоустойчива. Она прекрасно переносит перебои с водой. Также несомненным плюсом является ее декоративность. Она продолжает свисти в то время, когда сад погрузился в осеннюю дрему. Еще я предлагаю ее не срезать на зиму, а проделать эту процедуру весной. Вы не представляете, какой картинки мы себя лишаем, зачищая и вычищая цветники осенью. Ну и подумайте хотя бы о птицах. Хотя на этой процедуре я не настаиваю. Вы лучше знаете свою загруженность в саду весной. И если вы не живете на даче весь сезон, то благоразумнее срезать ее осенью. Опять отвлеклась. Помимо морозостойкости и засухоустойчивости, а также нетребовательности к условиям почвы, у Рудбеки есть ряд преимуществ. Во-первых, это ее поздний период цветения. Весной в саду у нас цветут луковичные, форзицы, сирене, плодовые, наконец. Летом это пора многолетних цветов, а осенью как-то скучновато. Конечно, радует своим цветением гортензия. И яркие осенние одежды некоторых деревьев и кустарников. Но все равно немного грустновато. Вот тут нам на помощь приходит Рудбекия, высаженная крупными массивами, если это крупные сорта, или небольшими группами, или даже бордюрами, если речь идет о карликовых сортах. Она словно лучик света радует глаз. Знаю дизайнеров, которые украшают кашпо и вазоны Рудбекии. На сегодняшний день видов и сортов Рудбекии много. Каждый может выбрать что-то подходящее для себя. Начиная от размеров от 50 см до 2,5 м и заканчивая окраской и размером цветка. Есть даже махровые сорта. Но мне нравятся самые простые. Они плотно ассоциируются у меня с детством. И я все-таки надеюсь освоить стиль старая советская дача. Ну и простые немахровые сорта можно размножать семенами. Многие наши зрители получают огромное удовольствие, самостоятельно выращивая растения для своего сада. Кроме семян Рудбекию размножают делением куста. Я знаю еще один способ, как заполучить это растение. Просто прийти в садовый центр. Но это не всем подходит. Каким бы способом она не попала к вам в сад, помните, что высаживают ее в грунт, когда земля прогреется. И угроза обратных заморозков, возвратных, останется уже по саде. Еще пару слов и дам слово моему коллеге Денису. Итак, мы с вами выяснили, что Рудбекия не капризное засухоустойчивое растение, цветущее до первых заморозков. В этом году на некоторых участках она продержалась аж до первых чисел ноября. Правда, у нас лето было теплым, и опытные садоводы ее обрезали. Обрезая цветшие цветки, они таким образом вызывали еще одну, вторую волну цветения. Теперь несколько слов о видах. Рудбекия хирта или волосистая. В нашем регионе она используется как однолетник, а вот в теплом климате она прекрасно зимует. Высотой она не более метра. Листья сидячие, немного зазубренные. Возможно, вам известны ее сорта, такие как бабьи лета, мармелад и голдфлейм. Есть еще Рудбекия обхватывающая. Чарующее название, не правда ли? Обхватывающей ее назвали так, как лепестки опущены вниз. Они словно обхватывают степель. Хороша она тем, что вырастает до 70-80 сантиметров и не нуждается в опоре. Правда, это однолетник. Но для контейнерного озеленения вполне подойдет. Еще один вид, отличительной чертой которого являются огромные цветы, в своей массе они чем-то напоминают шляпу, называется Рудбекия трилоба. Возможно, именно благодаря этому виду европейцы Рудбекию называют солнечной шляпой. Высота этого вида около метра. Это однолетник. И, на мой взгляд, подойдет, если у вас очень большой участок. В маленьком цветнике трилоба смотреться будет неуместно. Кустики плохо себя держат. А вот для имитации луга или закрытия больших территорий, почему бы и нет. Хотя нет. Тогда уж лучше топинамбур. Хотя бы польза от него будет. А вот западная Рудбекия подойдет для садоводов, увлекающихся флористикой. Или, если вы задумали, ультрасовременный цветник. Посмотрите, какой у нее цветок. Ее еще называют черной красавицей. Красавица, надо вам сказать, крупная. Около полутора метров в высоту. У меня нет данных о ее зимостойкости. Поэтому, если кто-нибудь из зрителей имел с ней дело, обязательно поделите своим опытом. Еще более крупной красавицей можно считать рассеченную Рудбекию. Она вырастает аж до двух метров. Многие знают ее популярный сорт «Золотой шар». Вот этот вид неплохо бы посадить к забору, чтобы он не завалил своей массой ваш цветник. Ну и нельзя промолчать о прекрасной или красивой Рудбекии. Она не крупная. 50-60 сантиметров. С крупными цветами около 10 сантиметров. У нее отличная зимостойкость. Большое количество сортов. Ну, наверное, все. Пора дать слово Денису. Сейчас у нас начало августа и начинает цвести Рудбекия. В первую очередь, это Рудбекия блестящая. Если в природе она достигает высоты около метра, то садовые сорта имеют совершенно разную высоту. И мы используем сорта, которые имеют высоту от 30 до 60 сантиметров. Например, это Рудбекия блестящая, сорта Pot of Gold. Вот это ее естественный, хотя она и в горшке, это ее естественный размер около 40-50 сантиметров высотой. Иногда достигает, вырастает до 60. Выше она не бывает. Чем она хороша? Во-первых, она дает очень обильное цветение. Во-вторых, как и многие сорта из ассортимента питомника Darwin Plants, кроме компактного вида, они очень устойчивы к ветровалу. И имеют достаточно крупные стебли. Их много, они хорошо ветвятся. И она в куртине, она держится за счет того, что соседние растения опираются на стебли друг друга. Высаживаем мы ее, как правило, достаточно небольшими массивами, по 5-10 штук, до 20 в куртину. И на расстоянии примерно 40-50 сантиметров. Вот, не реже. Она образует хороший цветущий массив. В уходе она проста, не требует особого ухода. Выращиваем мы ее в горшках 3 и 5 литров. В данном случае это трехлитровый горшок. Это более чем достаточно для высадки. При высадке буквально за месяц она образует достаточно большое количество дополнительных побегов. Это будет уже через месяц приличный кустик.